Так, доброго ранку, доброе утро. Прокомментирую Лигу наций вчера, ну сегодня чуть прокомментирую. Начну я с матча Украина-Чехия, а потом перейду к матчу Грузия-Албания, ну наша группа. Ну а потом все остальное, то что видел. Ну по статистике удары поворотом мы оказывается били 13 раз, Чехии 15. Удар в створ 3 на 7, ну пользу Чехов, ну где-то может быть, где-то нашли удары наши поворотом в створ. И вот это есть ХГ, там показатель, вот хочется его посмотреть, какой у нас он считается. Вводение мячом, ну у нас всегда вводение мячом хорошо, но оно без толку. Пасы, у нас очень много пасов, 438 на 387. Ну все команды эпохи Шевченко, как тренера, они же у нас тонны пасов. Объективный обзор, правда и только правда, больше ничего. Ну в общем, у Чехов этот Лукаш Черв забил. Ну, общее впечатление, которое оставили обе команды. Чехи были дикие грубияны, очень играли грязно, поэтому столько у них нарушений. Вот этот Хорый, он не только желтую карточку заслужил, он заслужил красную карточку. Постоянно, типа, ну, 2 метра ростом, и типа падает, и всегда либо локоть выставит, либо в грудь ударит. Ну, постоянно были удары. Как и в отношении Трубина, так и в отношении Талаверова, так и в отношении, ну, там, Забарного. Ну, кто его держал по зоне. Крайне грязный игрок. И Чехия, такое впечатление, вроде Чехии воюют с нами, сейчас у нас война с ними, и они нас просто ненавидят. Ну, я помню Чехию, когда-то ж Поборского, Недведа, всяких вот этих Бергеров, Патриков Бергеров. Эта Чехия была такая, как Бразилия. Сейчас эта Чехия, видно, они Кварцянова много матчей смотрели, Виталия Кварцянова у Луцкой Волыни. Ну, такая Чехия, она неинтересная, но биться, бороться. Спасибо большое по нашим игрокам. Хорошо играл опять Мудрик, но я бы Львом матче, там есть такое понятие, Левом матче, сделал бы Судакова. Судаков сыграл прекрасно, в 5 или в 6 моментах показал свой очень высокий уровень человека, который читает игру чуть-чуть на полшага вперед, поэтому это лучший игрок в нашей команде. Шапаренко вообще никакой. Я не знаю, какая у него там статистика индивидуальная, вообще даже неинтересно. Лицо грустное, такое впечатление, вроде его уже убили, это его дух бегает. Из реальных моментов, которые запомнились, это Мудрик пошел по флангу, поднял голову, на удивление, он ее часто не поднимает. И отдал точно на Шапаренко, у Шапаренко был 100% момент, он в принципе игрок техничный, если бы он играл в УП, он бы завершил этот момент. Но так как он на нервах, сильно перевозбужденный, он ударил по воробьям. Ну, он не робот, промазал мимо, но Шапаренко мне в целом не нравится. Он деградирует. Судаков прогрессирует. Судаков сыграл отлично, Гуцвеляка там ударили в голову, ну, они грубияны, человека вынес из поля, и желаю ему выздоровления. Мадвиенко мне не нравится, просто хороший парень. Медлительный, ну, правда, забегал там на левого вингера, ну, крайне вообще не о чем, ну, просто не о чем. Теряет позицию, слабо видит поле. Степаненко на свои 187 лет старался. Этот забарный Талаверов, ну, Талаверов, да, ну, особо критиковать его нельзя, чтобы такого, чтобы на критику не было ничего. Конопля сыграл в своем привычном уровне, довольно-таки нормально. Спасибо активным действиям Конопли, что Крейчий сделал пенальти, пенальти было. Спасибо Вар, спасибо Судье, что это увидел. В принципе, не знаю, может, у меня уже все смешалось, потому что я много матчей смотрел. Я вообще не помню моментов в нашей сборной. Ну, были там какие-то активные действия, чуть на фланге, чуть в центре поля. Ну, и команда играет без моментов. Ихжи вот это, да, это, получается, показатели ответственные за голевые моменты. Но у нас такое, ниже Плинтуса. Долбик, Долбик, ну, вы сами видите, я просто молчу, я просто смотрю, я статистику. Долбик, это пустое место, если нет три игрока, например, уровня, там, Дебалы, Долбик, потом, как у него сейчас на правом, на левом фланге бегает испанец в Роме или Пилигрине. Ну, то есть, три-четыре человека нужны, которые Долбику дадут так, на блюдечке. Долбику тут голова твоя, а вот тут мяч. Пожалуйста, вот туда удар. Вот это Долбик. То есть, если нету трех Дебал, фланг и два центра поля, Долбика вообще нет. Да, он там пару раз обыгрался, как столб дерева. Потому что, когда играете во дворе, через стеночку, я между сараями играл, я через стеночку обыгрался, это Долбик, Дубок называется. Я ничего, он забил гол, спасибо, что хоть пенальти забивает. Ну, я чуть вижу в нашей сборной Долбиков, это как Шева играл. Чуть оттенулся, захватил мяч с собой, двух привез там. Ну, такой, чтобы в грязи биться, бороться. У Долбика чистая форма всегда, и у него постоянно перебитывается. Бинтована рука. У меня знакомый был, он колол себе наркотики, и он там в том месте, по-своему, перебинтовал руку. Чуть, Долбик, еще два пальца перебинтовывают. Зачем, непонятно. Разбинтуй ее, пусть кожа дышит. Я ж ничего, у меня вчера два моих подопечных, я охочусь за Долбиком и за Хвичей Хворосхелей, самым дорогим грузинским россиянином в мире. Я вчера включил матч, как раз комментировал Нобеля Рустамяна. Он наш с Русов выпадал. Про него дальше буду говорить. Вышли на замену у нас Роман Яремчук, ну, такой, ну, как бы, ничего, просто побегал. Потом, который мне не нравится, играл в матчу того тура Иван Калюжный, ну, был, ни о чем, ну, был там, Иван Калюжный. Я вообще не понимаю, как с такой координацией можно опорника играть. Ну, если ты играл в Индии и в Исландии, то, в принципе, портфолио налицо. И мне понравился, честно говоря, этот Крыскев. На удивление, в центральной зоне полузащиты все действия Крыскева были актуальны. Крыскева хвалю. Крыскев молодец. И Зубков старался. Он человек такой, ну, весьма примитивно смотрит на игру, но с большим объемом работы. А вот это, что он ударил в створ ворот, это Зубков ударил в втором тайме. Старался. Ну, я тоже его похвалю. Крыскев, в принципе, с Крыскева может что-то поучиться. Надо дальше его наигрывать, дорабатывать, чтобы набирался сил. По сборной Чехии, ну, все грязно играли, поэтому вот эти все лидеры ихние. Ну, Шут старался в середине поля. Потом вот этот, кто нам забил гол, Лукаш Щерб, там постоянно что-то возмущался, но на лицо перекошенное было. Я не знаю, что там будут наши эти комментировать комментаторы, но я свое мнение сложил, как бы. В общем, ни о чем. Ну, Судакова надо продавать с этого Шахтера, чтобы он в этом УПЛ не... Не надо господину Ахметову требовать за него огромные деньги. Продайте, пусть заиграет в какой-то команде средненькой и начнет расти. Не надо его в топ-куб продавать, он для топ-куба не катит. Он катит для какого-то середняка Ла Лиги, типа Жироны. И он там получит свою игровую практику и начнет наигрываться. Вы его можете запхнуть через свои связи в какой-то Челсе, как Мудрик, и он будет просто деградировать. Мудрик, говорят, может уйти во Францию. Ну, интересно будет. Говорят, Дезерби. В принципе, я всех прокомментировал. Никого не... А, ну, Трубина. Ну, Анатолий. Трубин молодец. Потянул. Играл надежно. Трубин топ-игрок сборной Украины. Так, по другим матчам. Также смотрел полностью матч Грузии. Сейчас я его введу. Грузия. 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 Аубания. Грузия-Аубания. Ну, смотрите. Мои впечатления от матча Грузия-Аубания. Албанцы вообще офигенно играли где-то до 65-й минуты. У них, ну, начали уже, в принципе, в котором там явно тянуть время. Хотя у них были моменты. То есть, они забили. Аслани забил отличный гол. И могли еще пару забить. У грузинов. А в этом грузинов погнали вперед трибуны. Грузины их запечатали. Шрафной. Албанцев. Владели мячом. Бывает такая картина, примерно, как с нами. То есть, мы, как мы, закрылись. И Албанцы, примерно, 65-й минуты отбивались, отбивались и отбились. Владение мячом огромное у грузинов. Огромное количество пасов. Почти там 650. Искали они все этого Хвичу-Хворасхелию. Он бил по воробьям, как обычно. Лицо такое страшное, как вроде бы он собирается кого-то убить. И все. Ну, что этот Хвича? Ну, что этот Хвича? Ну, ничего. Составы команд. По составам команд. Вот этот Китияшвили, лучший игрок чемпионата Австрии, старался в середине поля. Пытался вести игру. Хворасхели 4-2. Да пусть ему хоть ставят 107 этих баллов. В принципе, грузинов, в целом, они опять все старались, все бежали. Ничего не получилось. Вот эта грузинская мечта, партия ФСБ России в Грузии, во главе с Кахой Каладзе, и вот этот премьер-министр с такой, вот такой прической, как у Ноны Мордю... А не, как у этой, у Зыкиной. Не как у Плачевой молодой. Или Валерий Леонтьев молодой, или Киркорова. В общем, они слились с перекошенными лицами. А эти... А албанцы, которые играют в Италии, они вот эту игру сделали через пасик, через пасик. Ну, 65-й минуты явно начали тянуть время. Явно. Так, ну мы там на последнем месяце, но там как бы все ровно. По другим матчам, которые были вчера. Италия-Израиль. Ну, Италия там запечатала тот Израиль по самому я не хочу. Израиль вообще не взлетал. Придумали пенальти. Не, придумали гол Израиль. Игра Израиль забил с нарушениями. А так, в принципе, вот эти все ретеги с пенальти забил в девяточку. Ди Лоренца красивые мячи забил. И Фротезе. Ну, они на... По флангу проходил Демарко, отдавал центр. Врывался до Фротезе или Ди Лоренца. И замыкали. Могли еще забить штук пять. Могли бы выиграть 10-1 у Израиля. Потом Эстония, Эстония-Швеция. Ну, там эстонцы вообще не переходили в центр поля. Не могли поднять голову. Наноси. Ну, он такой на вид белый. А фамилия арабская. Вот этот Наноси забил два красивых. Он вообще похож на скандинава такого. Белобрысова. И потом этот венгер Виктор Дьокереш. 3-0. Ну, могли выиграть 7-0. Эстонцы такие. Биться, бороться. Ну, вообще не взлетали. Бельгия-Франция. Ну, Бельгия, в принципе, играла неплохо. На встречных курсах. У этот Апенда старался. Был пенальти. Юрий Телеманс ударил, как Вича Хараскелия, по воробьям. Апенда забил свой гол. Хороший, толковый, нападающий. Потом Кова Муани забил два. Да. И, ну, сказался... Французы играли, по-моему, вторым составом. Сказался, более высокий уровень французов. И... Чего Муани получил красную карточку, да. И французы, в принципе, так полноги выиграли в Бельгии. Бельгия старалась, ну... Могли еще забить, мог быть и 2-2, а мог быть 3-2 счет. Так, Исландия, Турция. Ну, тут веселье было. Тут этот Ори Оускарсон пробежал все поле, забил быстрый мяч. А потом Турция... А турки играют, вот этот пас спартаковский, барселоновский. Был пенальти, Чуханагу подскользнулся, не засчитали. Потом... Кахвиджи забил красивый мяч. Потом Чуханагу забил, 2-1 вели. Потом Гудесон сравнял, 2-2. Восемьдесят девятая минута, 2-2. Вратарь вот этот составы команд. Хочу этого... Вальдимарсон. И вроде бы в АПЛ там играет этот Вальдимарсон. Просто отдает мяч этому Гюлеру. И Гюлеру... Ну, масса ошибок, когда вратари разыграются через центральных защитников или Крайков. И перехваты, перехваты, перехваты. Гюлер просто забрал мяч. То есть, игра была равная, но чуть лучше турки, смотрите. Но получился разгром из ничего, из-за дурачка вратаря. Ну, и в итоге... Сейчас на 90 плюс 5 еще забил Актюр Гогову. И 4-2. Вроде бы разгаром. При абсолютно равной игре. Вратари должны играть просто. Сколько можно обрезаться? В Боснии, Герцоге и Евгина. Даже нету повторов. Я не смотрел этот матч. Но я предполагал, что Венгрии сильные. И они на выезде выиграли. Все, что я говорил, все сбылось. Так. По еще другим матчам. Сейчас. Которые они... Просто много матчей было. Очень много. Так. И Германия, Нидерланды. Смотрел. И... Ну, Германия лучше играла. Там были проводы этих всех старожил. Прекратили играть. Нойер, там Мюллер. Их там 5 человек или 4. Ну, сборная Германии. Это сборная Нигерии. Да. Там в основном черненькие заиграют. Забил шикарный гол этот парень. Левелинг. Ну, он черный. Но фамилия... Это... Немецкая. Такой в девятку дал. Нидерланды, в принципе, пытались как-то навязать свою игру. Но ничего у них не получилось. Немцы в полноги выиграли. Это и все. Потом матч еще. Уэльс Черногория. Уэльс играл намного лучше. Уэльс смог выиграть, в принципе, и 5-0. Выиграли 1-0. Крейг Беллами. Он сам играл такой быстренький был. Он сейчас смоделировал эту игру 4-3-3. Крайки бегут. Опорная зона мощная. Заслуженно выиграли 1-0. Поэтому, чтобы понимали, что Уэльс в полном порядке. Что я еще не прокомментировал. А, Азербайджан-Словакия. Ну, Словакия играли от обороны. Азербайджан в эту тикутаке. Португальский, это знаменитый тренер, ничего не может сделать. Азербайджан, не знаю, они, по-моему, не созданы для футбола. И Словакии забили, в принципе, прикольные все мячи и выиграли 3-1. Ну, как я и предполагал, Словакии на выезде бахнут. Поэтому, все, что говорил, все до копейки сбылось. По сегодняшним матчам и потом аж до ноября. Польша-Хорватия. Буду смотреть матч с удовольствием. Это Польша топ-состав при нулевой игре. Ну, я думаю, сегодня, наверное, ничейку слабая. Потому что хорваты тоже они такие сейчас особо не взлетающие. Ну, могут и халяву забить хорват. Но, я думаю, ничья стопудовая. Испания-Сербия. Ну, сербы на подъеме. Так, вроде бы, неплохо сыграли игры. Испанцев сейчас спад формы. Ну, будет играть, думаю, раунд. Но, может, испанцы забьют одну ковырялку. 1-0 выиграют. У сербов сейчас нет таких топ-игроков, как Синиша Михайлович, Станкович. Ну, в принципе, такая работоспособная, ровная команда. Косово-Кипр. Так, Косово выиграет, без вопросов. Швейцария-Дания. Ну, дольщане они вредные. Хоть дома, хоть на выезде вяжут игру. Швейцарцы тоже, они только проиграли. Будут стараться. Ну, крайне интересно. Ну, я думаю, ничья. Сотландия-Португалия. Ну, португальцы в топ-форме. Вообще бегут, как сумасшедшие. И этот Роналдо, я не знаю, до 180 лет будет играть. Он же в каждом матче выходит. Он ревет, если его в основной состав не ставят. Ну, я думаю, португальцы либо ничейка, либо выиграют. Беларусь-Люксембург. Ну, Люксембург такой зубастый. Наверное, очередная ничья будет. Северная Ирландия, Болгария. Ну, Болгарии уже давно таких нет, как раньше вот эти были. Иванов, Стоечков, Лечков, Балаков. Я думаю, ирландцы выиграют. Может, там 1-0 какой-то. Литва, Румыния. Ну, Литва сейчас вообще никакая. Вот этих Иванаускасов уже давно нет. Или Янкаускасов. Я думаю, Румыны, Мир Чауческу, их какой-то ман там забьет свои мячи. И на этом будет конец фильма. Так, ну, в принципе, больше комментировать особо нечего. Глаза бросаются, что во многих европейских сборных сборные чернеют. И арабские они становятся, как сборная Швеции. И, в принципе, такая тенденция, от нее никуда не денешься. Хочешь выживать, нужно будет натурализировать игроков со стран с лучшей физиологией. Ну, а так, в принципе, и все. Всем хорошего дня.